Великая Редактор субтитров А.Семкин Мы друг друга просим прощения и просим молиться, чтобы Господь нам помог прийти в поприще Великого Поста и с радостью, с весельем встретить воскресенье Христос. Пост для нас всех – это покаяние, это исправление нашей всей с вами жизни. И на протяжении этого всего Великого Поста мы должны смотреть только на свою прожитую жизнь. Что мы сделали нехорошее, а что мы сделали плохое. В чем же нам нужно исправляться, в чем же нам нужно каяться, чтобы очистить свою душу и очистить свое тело от греха. И просить у Бога помощи, чтобы Господь помог исправиться нам от тех или иных грехов и недостатков, которые мы имеем с вами в своей собственной жизни. Нам нужно стараться не осуждать ни одного человека. Стараться убегать от празднословия и пустословия. Стараться жить по заповеди Божьей, исполняя их. Чтобы как-то умолить у Бога своими грешными и недостойными молитвами. Чтобы Господь нам просил все грехи, которые мы делаем. Как человеку после тяжелого рабочего дня принять душу и одеться в чистую одежку. Человек получает от гречения и радость. Ему как бы хочется снова жить и радоваться. Так и мы, дорогие братья и сестры, когда прибегаем к Богу, мы просим у Него прощения, чтобы Он помыл наши грехи, чтобы Он просил на месте грехи. Чтобы мы обратно могли вернуть ту чистую одежу, которую мы получили в таинстве гречения. В Священном Писании может рассказано о великой любви Божьей каждому человеку гречен. Так фарисеи хотели поймать Спасителя и досадить Его. Но приведя к Нему блудницу, мы сказали, что по нашему закону мы должны Его побить камнями. И святитель Николай Сербский, поэтому мне эту евангелийскую истину говорит, что ждали они с такой радостью, что Господь оступится. Если Он примет их решение, побьет эту женщину камнями, значит, Он не милосерден. Если Он не побьет его камнями, а помилует их, значит, Он нарушитель закона. И тогда Господь, видя их лукавство, опустился на землю и перестом стал писать. И всем было интересно, что же он пишет? Подошел один человек, посмотрел Господь на Писание, его имя и его грех тайный. И он убежал. И когда Господь поднялся, ни одного, кто привел эту женщину в блудницу, не осталось. Все убежали. И Господь сказал ей, где твои? Нету их. Иди, но больше только не кричи. И не усуждая их. Вторая ситуация. Когда блудница пришла в дом Симона, и умила слезами ноги Спасителя. Тот Симон, который пригласил, сказал, если бы это был бы учитель, он бы знал бы, какая женщина грешная, грязная к нему прикасалась. Видя его лукавство обратное. Господь говорит, Симон, я хочу тебе что-то сказать. Подошел Симон, говорит, что учитель, я же у тебя дорогой гость, да, но видишь, ты ноги мои не умыл, голову мою не помазал, целование мне не дал. А она возлюбила много. И святитель Николай и по этому поводу говорит, что грех настолько распирал, мучил эту женщину, она готова была исправиться. Но никто ее не хотел уже принимать исправлением. Они видели только у нее объект удовольствия для своего тела. И они осуждали ее, но они осуждали себя. Потому что грех, которые творили они тайно, они были, эти грехи, скрыты перед глазами всего народа. А грех этой женщины был открыт. И она готова была исправиться, но не знала, куда подойти, кому прилепиться, кто может ее принять и помиловать. И последняя надежда у нее была на Учителя, на Господа нашего Иисуса Христа. И Господь ей говорит, прощается тебе, все грехи твой. И она с этого времени вместе была со Спасителями и Его учениками. И никто, кто присутствовал на этом доме, ее же не осуждал и не видел ее, тупавшую женщину. А увидел именно чистоту ее покаяния, и все возрадовались. Так и мы, дорогие братья и сестры, мы видим грехи тех и иных людей, даже своих родных и близких. Мы можем их упрекать, осуждать, досадать им, но мы порой бываем смотреть в свою душу. Но если мы эту душу посмотрим, мы увидим, что там тоже есть те или иные грехи, которые нас связывают, которые нас отдаляют от Бога. Что мы сделали для того, чтобы примириться? Мы, бывает, порой восхищаемся над своими родными и близкими, и над другими людьми. А перед Богом мы можем стоять намного ниже, чем эти люди. Потому что мы видим их грехи, но мы не видим их покаяния, их желания исправиться. Как говорит святой апостол Павел, «Я не хочу грешить, но грех, который лежит во мне, творит этот грех». И поэтому мы должны друг за другом молиться, чтобы Господь помог всем нам исправиться от всех наших недостатков, от всех наших грехов, которые мучат наше сердце, терзают нашу душу и не дают нам чистым сердцем исповедаться и причаститься. Чтобы Господь помог нам избежать всякого лукавства фарисейского, чтобы мы в действительности имели, мы тареву покаяния и говорили, «Боже, милости, будь не грешен! Дай мне духовные силы не осудить этого человека, Господи! Дай мне силы исправиться и дай этому человеку жить по заповедям Твоих!» И вот друг друга мы только тогда будем носить тягуты, если мы будем друг другу помогать и за друг другом молиться. Вот тогда мы получим радость и утешение. Нету здесь человека на земле без реха. Каждый человек согрешает перед Богом. Или словом, или делом, или помышлением. И вот сегодня, прощенный воскресенье, я вас, дорогие братья и сестры, просу прощения, кого не выслушал, кому не уделил внимания, кого оскорбил своим поведением или своими словами, кому не помог, кого не услышал, кого не хотел услышать, от кого убежал, может быть. Прошу, у всех вас просили. Простите меня, грешно. Простите меня, грешно, отцы, братья и сестры. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»